Доброе утро! Я сегодня спала Я просто до последнего Я даже не знаю, сколько сейчас времени Мне страшно смотреть на часы Потому что Артём Пошёл в другую комнату сдавать экзамен Забрал для этого мой телефон Ему это нужен был А я, соответственно, без будильника Спала дальше И я представить не могу, сколько сейчас времени Вчера мы ездили В Львов туда-обратно Поэтому Я Позволила себе выспаться Ну, мне кажется Я прям переборсила Сейчас буду вставать Пойду умоюсь Мне кажется У меня там уже 150 сообщений От всех Ну, простите, я спала Музыка 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 И сейчас буду краситься Потому что мы Хотим поехать в Торговый центр Нужно Асю купить шорты Мне Зайти в какой-нибудь магазин С косметиками Закончились там Ватные спонжики Гель для душа Все тоже Дэйзик В общем, такое нужно будет обновить Где Все, вот Я все никак не привыкну Что куда я разложила Поэтому еще теряю чуть-чуть Так Так Все Вот эта первая неделя После переезда Она всегда такая Слегка рассеянная Потому что Я не могу так быстро запомнить Что куда я положила Все время не могу что-то найти И еще Все Я хочу сейчас Перед выездом Очень хочу Распаковать Одну посылку Которую я недавно получила Там пылесос новый Это вообще что-то должно быть охренительное Я Хочу скорее затестить Потому что Там Тупо такие технологии Такого пылесоса у меня еще не было Но такой есть у моей мамы Я его видела Заказала себе такой же Я хочу попробовать Быстро Это должно значительно Упростить Уборку И Добавить мне любви к уборке Плюс 100 Сейчас я крашусь Я Сейчас Вообще Перестала Красить брови Карандашом Или тенями Или чем-то еще Я крашу их только Тушью для бровей От NYX Мне просто Очень удобно Это очень быстро Форма бровей В принципе у меня Вроде как норм Я просто Их подчеркиваю И укладываю Потому что тушь Она и красит чуть-чуть И фиксирует одновременно И это Столько времени Экономит реально Карандашом Это вечно что-то Чуть-чуть не так Где-то слишком темное Сделала Где-то еще что-то Короче Подбешивала А тушью Еще плюс Более Натурально Получается То есть Просто посмотрите Разницу Разницы в цвете Почти нет Только это Аккуратная Новая Естественная А эта еще Как бы не уложена И дырявая Поэтому Я кайфую Это Прям Находка Так что Если у вас В робе сами по себе Как бы формы Нормальные Вам не нужно их Прям сильно Корректировать Тушь Это прям Хороший вариант Особенно летом Когда яркий макияж Особо никто не делает Кайф Все Макияж есть Сейчас оденусь И распакую С вами Новый Пылесос Я Уже Собралась Готова Ехать Гулять Но перед этим Не могу Сдержаться И не распаковать Вот этого Красавчика Просто посмотрите Какая маленькая Относительная коробка Для пылесоса Блин Я просто привыкла Что пылесосы Они такие массивные Большие И так далее А здесь вот это все И причем она еще не тяжелая Я очень хочу Это пылесос От Xiaomi Кстати Первый Будет подобный В моем Наличии Пылесос Не знаю Как объяснить Короче Открываем коробку Здесь только Всего А Я думаю Власть Нам нужно будет сейчас разобраться Как собрать еще Чего Но Что уже понятно Он будет небольшой Так Собираем по частям Ого Ого Она такая интересная Интересно Это 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 Прикольно выглядит И пока он еще белый Чистый Красивый Ненадолго Да Без палка Класс Какой порядок сбора Пока Сложно сказать Но сейчас Разберемся О Так легко Да Кстати Вообще Так Это Видимо Верхняя часть Да Блин Красивая Так Здесь еще должна быть Какая-нибудь палка Мне кажется Вот еще что-то Да Это Садка Я думаю Это тоже Прикольно сколько насадок Да Так Это тоже наверное О Какая Смотри Со штучками Прикольно Так Это я думаю тоже А Это зарядка Это такая Как обычная Зарядка для пылесоса Вы понимаете Этот пылесос Беспроводной Типа ты его заряжаешь И пылесосишь на аккумуляторы Ага Вот еще что-то спряталось Это похоже на какую-то подставку Подставку Да Короче с этим мы еще разберемся Так Теперь давайте Вот это Сюда Вставим Тоже По идее Оно заряженное То есть типа уже Угу Он очень Легкий То есть Весь вес сосредоточен здесь В руке Поэтому Ему легко Апелировать Еще он очень маневренный Типа Смотри Это очень Легко Класс И я сейчас хочу что-то рассыпать Еще чтобы проверить Сколько он это хорошо сосет Здесь у нас Фильтр И бак Куда будет собираться мусор Потом это все Ну отсюда Вычищается Здесь у нас Есть кнопочка Раз Два Три Режима мощности Сейчас у нас здесь самый маленький Может быть средний И высокий Сейчас попробуем сразу На высоком Ну и собственно Насадки можно менять В зависимости от того Что нужно Попылесосить Это самая Базовая Поэтому я думаю Мы начнем с нее Поехали Я сейчас просто попробую Классно Прям слышно Как он что-то уже собирает Очень удобно Реально очень удобно И я тебе скажу Что он очень шумит То есть Он шумит Тут целый Я сейчас не кричит Меньше чем обычный колесо Намного Да Класс Так Давайте рассыпать Давайте рассыпим еще что-то Так Я предлагаю провести эксперимент И сейчас наглядно посмотреть Как он справится Вот например С манкой Просто чтобы мы Видели как он Ой А что по манке у нас Да Какая-то странная уже Так Поехали Капец Это так залипательно Блин Офигенно Можно это просто сделать Для того чтобы Смотреть Это очень прикольно Выглядит идеально И смотрите У нас мусор собирается Вот здесь И мы собственно Видим что мы там уже всесали Ого Уже столько волос туда носит Кстати Здесь Видите какая щетка Она такая Типа В-образная И это Написано что Служит как Средство От запутывания То есть На нее не напутываются Волосы по идее Шерсть Если там у вас домашние животные И это все Короче предусмотрено И должно прям Хорошо работать Там еще есть насадка Вот такая Которая маленькая Она предназначена для мебели Как я поняла Можно еще мебель Пылесосить И Вот эти маленькие штучки Мы сейчас попробуем Может какую-то щелочку Куда-то пропылесосить Тоже должно быть удобно И вообще написано Что заряда хватает у нас На 65 минут А я думаю Это прям с головой Для того чтобы Пылесосить квартиру Я не знаю Давайте вот ради эксперимента Попробуем еще Квечку Мне прям стремно Потому что Блин она такая крупная Я бы не в том Может сойти с ума Но сейчас проверим Давай Смотрите И она сразу у нас появилась здесь внутри Но прошла вообще без проблем Давайте еще Маша увлеклась и теперь просто решила попылесосить всю кухню В этом пылесосе есть кое-что еще охеренное Что будет безумно удобным Смотрите Мы делаем так Раз Делаем так Два Делаем так Три И идем пылесосить диван Пошли Смотрите Мы пришли к дивану Я тут как раз вижу У нас что-то здесь Вот какие-то есть белые крошки На нем Давайте попробуем Офигенно Идеально просто Короче, ребят Затестили мы пылесос Я могу сказать, что это охренительная просто вещь Реально незаменимая для дома Есть еще вот такая док-станция Эту штуку можно гвоздиками прибить к стене И, соответственно, вы будете приходить вот так вот сюда Как там, какой стороной? А, вот так Вот этой стороной вы прибиваете Вот так сюда вставляете пылесос Он у вас тут стоит на зарядке Сюда вы вставляете вот эти насадки, чтобы они просто не валялись по дому у вас Оп И это все дело очень удобно Поэтому, единственное, что я не знаю, где вот эту штуку, куда ее цеплять, где ее хранить, не очень удобно Ну, собственно, это уже издержки конструкции Так что, все Здесь еще можно заряжать две зарядки одновременно Здесь есть зарядка и на самом аккумуляторе есть зарядка Этот аккумулятор съемный Здесь вы можете только его зарядить Можете заряжать сразу с блоком Короче, как хотите на ваш выбор Классная штука В целом, я малышом безумно довольна Рада, что он теперь у нас есть Он держит зарядку около часа Естественно, на самом сильном режиме вряд ли это будет полный час Скорее всего, будет меньше Но все-таки, я думаю, проблесосить квартиру точно будет достаточно Заряжается на 100% аккумулятор где-то за 3 часа Поэтому, в принципе, это недолго И пылесос достаточно мощный для своего, скажем так, небольшого размера Он плюс еще легкий, но работает он очень-очень-очень мощно Скажу вам, что, наверное, даже в каких-то местах выигрывает для меня В пылесосе, который у нас был до Он был большой, он был с этим блоком, который надо было за собой таскать Это же работает более активно, мне зашло И круто, что он хорошо справляется с различными загрязнениями Так как с крупами разными, мусором, пылью, с волосами, с шерстью В общем, все вообще без проблем Здесь можно вот эти все части доставать Открывать Сейчас вам даже, наверное, покажу Можно просто высыпать отсюда вот этот мусор Открыв вот эту штуку, сейчас я не буду этого делать Либо вот этот весь блочок можно отсюда достать И вот это мы снимаем И, соответственно, вот это можно уже чистить Здесь фильтр, его можно достать тоже, почистить Я не буду сейчас вам полу тут разбирать Потому что сама еще с этим до конца не разобралась Но я думаю, суть понятна, что это все очень и очень удобно Еще плюс этого пылесоса, конечно, что в сравнении с такими же пылесосами по мощности И большими, и тяжелыми Этот все равно стоит дешевле Поэтому это очень выгодная покупка, мне кажется, в дом для любой девушки Да и не только девушки Поэтому тема классная Я оставлю ссылку на этот пылесос обязательно под видео Сейчас еще у Xiaomi проходит интересный конкурс, в котором вы можете выиграть, если поучаствуете Поэтому вся информация об этом будет внизу в описании Советую, мне кажется, что этот пылесос у нас приживется И все будет офигенно И у нас будет очень чисто Все, спасибо вам большое за просмотр этого обзора А мы едем гулять У нас огромный пакет с мусором Но мы с Асей можем вынести его Потому что теперь Когда мы живем на квартире В квартире В квартире А то мне все ругается, что мы едем на дом Мы едем на квартиру Да, да, да Хорошо Когда мы живем в квартире, это проще Потому что мусорные баки рядом И не надо их тащить 15 минут, как на частном доме Очень жарко Очень жарко Очень жарко Кондиционер Самый лучший человек в мире Да, я еще сидела Пока красилась Там в комнате У меня кондиционер был включен немного И вообще нормально было А на улице просто пипец Я бы не знаю, как бы я вышла Если бы сейчас была одета в чем-то Типа Топа В котором подмухи закрыты Все, мы пришли Мне нужно почистить объектив Он весь в пыли Слава Богу, что я этот отражатель положила И мне хоть за руль можно держаться Он не слишком горячий Я созваниваюсь только что с Артемом Он опять в центре по своим делам Мы поедем с Асей сейчас пока вдвоем Поедем в лавину, наверное То, что в Скаймунном не хотят 45 минут В лавину в 30 Поэтому Много приятнее это И Тёма потом, может быть, туда к нам подъедет Мы хотим сегодня еще на Круэллу сходить Посмотреть фильм Очень наконец-то А то все говорят, что он очень крутой Мы хотим сами в этом наконец-то убедиться Будь, пожалуйста, сильнее Опять Быстренький В Салатере взяли по роллу с курицей И пойдем искать Аси шорты Объясни почему Потому что я выросла из своих старых Ну, типа Они были длинные Типа я их надеваю И они, типа, на жопе натягиваются Становятся короткими И, ну, типа, например, на пляж я их могу носить Но мне нужны какие-то, что там по городу ходить В магазин, еще куда-то Поэтому будем пытаться найти Но это очень сложно Очень Поэтому Будем искать для себя идеальные шорты Здесь мы их найдем И если не найдем, у меня шорты есть Достаточно накопилось Я разобрала летнюю сумку Если что Я как-то Асе подгоню, я думаю В любом случае Мы сейчас перекусим Потом торжем круг по магазинам И потом Хотим сходить в кино на Круэллу Я, в принципе, ничего не планирую покупать Но если вдруг что-то на магазине увижу, что мне захочется примерить И Ася будет тоже на это время мерить Я, например Я просто не рискую, потому что Ася меряет, типа, 32 секунды одежду, а я 3 часа Поэтому я только в крайнем случае зайду в примерочную сегодня Если я какой-то шедевр увижу Ладно Кстати, я взяла апексиновый фреш Я обожаю апексиновый сок Но магазины Это, типа, вредно Все такое Там только нет Вчера я ела мак А сегодня я говорю, что апексиновый сок Забудьте, что я сказала Мы пришли в первом магазине Я, конечно, не сдержалась И, естественно, я уже в примерочной Примеряю шорты Вот первые такие Это 3,4 размер Хотя они небольшие Я взяла еще 32 Это странно, потому что тут большие мерят шорты Обычно я ношу 34, 36 Но эти 34 большие Сейчас 33 по мере Еще платьице такое прикольное взяла Сейчас покажу Ну, вот эти сели вроде как по размеру Но я пока не могу понять, точно ли мне они нравятся Не знаю, они какие-то слегка странные Ладно, сейчас подумаю Смотрите, я как оливьешка Мне нравится Мы нашли какой-то шедевр Не забывайте Ну, блин, прикольное платье Мне нравится, как оно здесь сидит Типа оно здесь вот так уголочком сделано И на плечиках хорошо И ткань, типа, тут не слишком тонкая Типа видно, что она нормальная Такая плотная Да Соски видно, конечно Но мы придумаем, что с этим сделать Это сейчас приедут парни Артем будет на меня ругаться, что я в этом платье Он не любит, когда я его ношу Потому что его нужно носить без личика И там чуть-чуть просвечиваются соски А он у меня вообще на этот план Почему-то у него пунктик По поводу сосков Типа их никто тоже не видеть Да? Тебе тоже это знакомо? Посмотрим, что же мне в принципе на платье скажет Вот Увидела я штаны, которые давно на них смотрю Такая, ну, видь по себе такие Да что ты хочешь Артем звонить? Подождите Опять? Вот, я такая посмотрела на них А потом слышали, что-то длинноватые Это комбинезон Это Пакуда должно быть Просто типа Грязновато будет, мне кажется, внизу Нет? Вам так не кажется? Блин, мне очень нравится этот лавандовый Или какой-то цвет Не знаю, как он называется Ну, я думаю, их нет смысла мерить, Маш И с чем относить тоже непонятно Типа только дома? А-ля уютно? Эль, все Эль А если вообще, все там, где Эль? Мы пришли в Булырунбир И смотрите, кто приехал Привет! Ты предложил меня поснимать? Ну давай поснимаем вдоль Вы это слышали? Так, это редко происходит Хорошее настроение Да Привет! Смотрите, я взяла шорты, которые Всегда были антипремельники И казалось, будет плохо Но мне хотелось бы это сделать Я, к примеру И мне нравится А это прикольно Выглядит он такие, типа Прикольные Я хочу взять, реально Ну возьми И топ, который Артем сказал, шел Как бабушкин воротничок Да Мне очень нравится его цвет И он такой лейтый На загаре сидит Хороший А сейчас ты Твоей маме покажу Что покажи? Расскажу Расскажи Так оно что-то Вот это все торчит как-то Оно тут некрасиво Оно да Оно стой Давай, если подтянуть Не знаю Оно просто видишь Что-то Короче тут что-то неправильное Оно вообще развязалось Что-то оно да Ну такое Прикольно Хочу Дальше идем Сколько оно стоит? Не знаю Ты дай глянуть просто, боже Как будто бы мы Я не знаю 800 Ну 800 гривен Ну как знаешь Скажи, ты мне лучше звяжешь? Не Не Ну не знаю Такое Бабушкин воротничок немножко Но если нравится То можно Да Ну это такое Шорты неплохие Вот Маша голая Сейчас будет инсайдерская информация Оп Оп Короче у нас тут следующий лот программы Что-то у Маши со вкусом явно не так Очень молодец Ты здесь Короче Вот так я вам покажу Ну Что-то в этом есть Явно Прикольно Но оно как-то вообще тут Ну Да Полугольненькое Что-то Вот это очень какая-то такая эротичная зона Мне хочется Не знаю Неплохо вроде Нет, ну так прикольно Так Ты определись, тебе нравится или нет Мне просто не нравится, что оно вот Вот это Так и летает Угу Ну Дешево просто выглядит Как-то Сначала туда Потом туда А потом на тросу Закрывай дальше Давай И так Следующий лот нашей программы Вы так взявите штаны померить Очень длинные Но это, короче, так и надо поход Потому что Нет, ну есть в этом что-то такой стилёк Они выглядят классно Мне нравятся Поэтому я их и взяла Я ж только буду по ним просто ходить Просто абсолютно по ним Нет, если я их сейчас куплю То я, конечно, чуть-чуть Все-таки чуть-чуть я отрезаю Я бы не резал Прикольно Ну ничего страшного Ну Ну Пустираешь Так удобно Так сложно А сколько это не стоит? Не знаю Давай посмотрим Давай посмотрим Да 500 гривен, Мас А, они на скидке Вообще Да А ты поняла Подрезай ещё и тряпки домой получаются Давай Я взяла ещё только что кое-что вот здесь Вот Я вам потом дома покажу Я довольна Я вообще не планировала сегодня шопинга Получился шопингом А как такое? Не планировали в ТРЦ приехать? Ну, Ася, я думала мы только Асю шорты посмотрим А я успела вот ещё много Я тоже Видишь, только за шортами сездила Да Тёма в обновочках приехал Ещё у меня там машине За шортами поехал А ты когда-то расскажешь, что у тебя за дела постоянно в центре? А то я вечно Говорю Ага И всё А если вы хотите зарабатывать так же, как я Мне очень нравятся вот такие джинсы мужские Ты не хочешь себе такие как-нибудь померить? Почему? Не очень сильно выглядит Тёма Ну что, ты купила? Да что ж такое? Ася, почему мы пришли тебе за шортами, а я уже три пакета купила? Да, да, здравствуйте Тёма купил себе носки, потому что сейчас он без носков А ты кто-то знаешь, почему он сейчас без носков? Нет Потому что он на вафельнице ездил, а у него на нем спать Да А он их выбросил просто? Оставил в машине моей Ооо, даааа Мы пришли в кино! Ребята, вы довольны? Даааа Мы купили целую корзинку там всяких вкусностей Попкорн тут у всех есть И у вас тут тоже У меня картошка Ух ты, интересно И мы будем смотреть четвертый сюда Четвертый сюда? Да Ну да Всё, мы будем смотреть Кроэл У нас как двойное свидание Наикращий день моего життя Я в фильме в своем рио Досягнул свой ниг Мы... Мы потеряли наши машины Мы посмотрели фильм Ребят, как вам Кроэлла? Хороший Очень крутой Он эстетический Очень красивый Согласна Он красивый Интересный сюжет Один из самых ярких фильмов, которые я смотрела в последнее время, скажу честно Так что Кроэллу я советую глянуть А зачем он возьмет? Вот зачем? Да, это на выезд Женщина и мужчина на выезд Мы, короче, вот, ты понял, идем уже Внутрь парковки Да мы не на тот этаж вышли, а другого центра Потому что мы машины Торговый центр уже закрыт И поэтому двери и лифты уже не работают Всё закрыто И мы потерялись Вот сейчас налево мы пришли Да нет, закрыто было Мы шли по этим ленточками Все проходы закрыты были Короче, да, всё закрыто Вот туда нам, да, сейчас по идее? Да Надеюсь, зайдем Вот прямо тут Пристоят наши машины Да, нет, не вижу ещё А ещё я замёрзла в кинотеатре, было холодно Кондиционеры дуют прям сильно О, насос А, там не думаю, что-то ни хера Уместно Всё, кажется, мы уже их нашли Тём, ты сливаешься со столбами здесь Да Можешь замаскироваться Да И провести 24 часа в Ривермоле Да Супер Ой, какой мустанг Да Да Вот они Нашлись Рядом, кстати, Тёма, Женя остановились Всё, ребята, мы вернулись домой Фильм молодёжный, как я сказала, нам понравился Сейчас пойду в душ Умоюсь Почищу дубы И буду отдыхать Завтра Мы, скорее всего, пойдём в Черкассы, кстати Потому что У бабушки Артёма день рождения Кажется, в субботу, если я не ошибаюсь У моей бабушки по папиной линии Был день рождения вчера И мы, скорее всего, поедем к ней в гости в субботу его отмечать Плюс со всеми увидеться Поэтому завтра поедем, скорее всего, домой Такие дела Всё, ребят Я надеюсь, влог вам понравился Читала ваши комментарии сегодня по поводу машины Потому что я сегодня выставила влог с того дня Многие, очень многие, большинство написало, что вам больше понравилась машина Которая была бежевая Белая С коричневым салоном Которую я в Киеве тут смотрела недавно Я уже тоже про неё думала Но, к сожалению, её уже продали Поэтому я не смогу её сейчас взять Так что мы пока ищем дальше Но спасибо большое за ваши рекомендации За ваши советы Я читаю, всё вижу Так что Спасибо за поддержку Большое Ничего, машинка найдётся Будет классная Пускай не так быстро, как хотелось бы Но найдётся Всё будет Но не сразу Всё, ребят Вас обнимаю Всех и каждого Люблю, целую Не забывайте, пожалуйста, подписаться на мой канал Если вы вдруг не подписаны Потому что мне будет приятно И также подпишитесь на остальные соцсети Там много интересного тоже Всё, ребят Всем пока А это уже медвежонок храпит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok